Память поколений. Сотни ивановцев присоединились к акции «Бессмертный полк». Формирование колонн началось в 14 часов у мемориала героям фронта и тыла. Люди разного возраста, разных профессий пришли сюда, чтобы сказать, никто не забыт. На табличках портреты тех, кто воевал, трудился в тылу и чьим детством стала война. А мы находимся практически в самом начале колонны «Бессмертного полка». Те, кто здесь, пришли, безусловно, заблаговременно. Давайте познакомимся с ними и спросим, чьи портреты они принесли сегодня сюда. Здравствуйте, как вас зовут и кто у вас изображен в детстве фотографии? Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я пришла сегодня со своей бабушкой. Зовут ее Стефанова Анна Васильевна. Она была участником войны, встретила весть о победе в Берлине. Она была медсестрой на санитарном поезде. Очень много рассказывала о войне и не любила смотреть фильмы про войну. Она всегда плакала. Ждем победы всех. Спасибо, спасибо большое. Расскажите, а у вас кто, вот вижу, что погиб ваш родственник в 41-м году? Да, это родной дядя. Он коренной Ивановец. Закончил 30-ю Ивановскую школу. И вот мечтал быть моряком. И в самом начале войны погиб в 41-м на острове Саарема. А хотел быть моряком. Здравствуйте, меня зовут Яна. Это наш отец и дедушка Кулагин Виктор Георгиевич. Начал он войну в 41-м году. Был связистом. Практически всегда был на линии фронта из-за, впереди линии фронта. Дошел он до Кенигсберга, был контужен. Ему даже было присвоено звание Героя Советского Союза. Но так как наш дедушка был сильно боевой, он убил пленного немца, и его этого звания лишили. Ну а нам здесь обещали песню, военную песню. Будем петь песню? На границе тучи ходят мура, кресс-ромы тишиной объят. У высоких берегов Амура, часовые родины стоят. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Спасибо. Браво, как тебя зовут? Лёва. Вот такой Лев Маслов у нас юная звезда. И вот еще у нас тут такая красотка есть. Как тебя зовут? Лава. София. И вот у Софии, посмотрите, пилотка самая настоящая. Лава. 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 Кто тебя сшил? Кулашин. Мама. Мама, да? Мама, сшила. Лава. Вот такие у нас замечательные герои. А мы продолжаем знакомиться с нашими земляками, теми, кто пришел на бессмертный полк. И хочу просто обратить внимание нашего оператора вот на эту табличку. Здесь настоящие фотографии. Расскажите, кто на них? Это братья моей мамы. Они погибли, не успев жениться даже. Одному было 20 лет, он погиб за 2 недели до окончания войны. А другому было 21 год. Вот такая у нас беда. И я принесла портреты в память о наших родственниках. Ну то есть совсем мальчишками погибли, семьи не было? Да, да. А муж у меня, офицер советской армии, служил в Афганистане, тоже имеет отношение к этому мероприятию. Это мой отец, он ушел на фронт, ему было 26 лет, ему здесь 20 лет. Он родился, работал, жил все время на Украине. Вот он умер на Украине. Я решила здесь пройти, там, знаете, самое какое обстоятельство, там разгоняют, а здесь спокойно. Пусть он пройдет по Ивановской земле. Как считаете, важно вот прям с маленьких малышей привозить на такие акции детей? Я считаю, что да, мы, собственно, и пошли всей семьей, чтобы, так сказать, с молоду приучать, чтобы знала, чтобы помнила. Людская река двинулась по Шереметьевскому проспекту ровно в 15.00. Единым строем они, которые так самоотверженно отстаивали родину и современное поколение, которому посчастливилось жить, любить и расти детей под мирным небом. В акции «Бессмертный полк» по официальным данным приняли участие порядка 19 тысяч ивановцев. Елена Белова, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ Иванова.